ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Власти снова задумались о введении штрафа за использование автомобильных шин не по сезону. Министерство внутренних дел просит законодательно утвердить сроки применения шипованных покрышек с 1 декабря по конец февраля. Местные власти могут самостоятельно корректировать даты в зависимости от своих климатических условий. Предполагаемая сумма взыскания 500 рублей. ТРАССА 101 Приобрести электронный полис ОСАГО теперь можно не только на сайте страховой компании. Вступили в силу поправки, согласно которым сделать это можно и на финансовых платформах, так называемых маркетплейсах. При этом площадки не имеют права взымать комиссию. Добавлю, что по неофициальным данным действующей автогражданки сейчас нету нескольких миллионов российских водителей. ТРАССА 101 Почти половина российских автомобилистов отрицательно относятся к услуге краткосрочной аренды автомобилей. Опрос провели агентство «Автостат» и издание «За рулем». 80% респондентов заявили, что каршерингом не пользуются. Специалисты говорят, что понять негативный настрой опрошенных нетрудно. Каршеринговые машины, как книги в библиотеке, их берут все, кто не попадя, и ни капли не жалеют. Особенно молодежь. ТРАССА 101 Из-за стремительного роста цен на автомобили в этом году на вторичном рынке сложилась интересная ситуация. Некоторые модели, купленные новыми два года назад, сейчас можно продать дороже, если, конечно, состояние хорошее. Например, сообщает издание «Автосреда», это относится к Volkswagen Tiguan и Toyota Camry. Кроме того, сильнее всего за последние месяцы увеличилась стоимость поддержанных Ford Focus, Nissan Qashqai, Renault Duster, Mitsubishi Altlander и других. ТРАССА 101 Компания «Джили» представила новый купе-кроссовер «Тугелла», который будет продаваться в России. Машина названа в честь водопада в Южноафриканской республике. Оснащаться она будет двухлитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью около 200 лошадиных сил. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. В перечне опций – цифровая приборная панель, люк, беспроводная зарядка для смартфона. Ценник новинки озвучат позже. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.